Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня я вам расскажу 5 правил по уходу за собой. Мода и стиль связаны с социальным статусом, поэтому многие стремятся выглядеть богатыми и успешными. Я знаю, что таких правил не существует, и все это просто подогревание хейта. Да, выглядеть дорого — это не буквально дорого. Я бы просто хотела не выглядеть бедно. Это не значит, что вы станете на 10 рублей дороже после просмотра этого видео, но хотелось бы, да? Придерживаясь каких правил можно выглядеть красиво, опрятно и дорого уже сегодня. Ровная и подтянутая кожа — это то, на что, конечно же, обращают первым делом люди внимание. Два квадратных метра — это наша кожа. В моем случае решающим фактором является питание. Особенно я обращаю внимание, насколько я много соли съела на ночь. Когда я ем роллы какие-нибудь, я передаю себе завтрашний привет с днем отеков. Также высыпания могут возникнуть к приходу цикла, но переживать в таких случаях не надо. Это нормально. У меня такое постоянно случается. Уменьшить симптомы ПМС и нормализовать цикл может помочь. Пригнатон я его использую, когда понимаю, что в жизни стресса стало слишком много, и нагрузки очень сильные, чтобы поддержать свое женское здоровье. Мы, девушки, не любим внезапных гостей. Или когда гости почему-то задерживаются. А давайте еще подождем. Когда гости за нас решают, что делать этим вечером. Мы хотим быть готовы к их приходу и строить свои планы без плохого настроения или самочувствия. Ты чего? Курсовой прием Пригнатона нормализует менструальный цикл, а экстракт Витекса в его составе помогает облегчить проявление ПМС. Пригнатон – негормональное средство для пунктуального цикла. А чтобы запустить естественные механизмы увлажнения кожи и сохранить запасы ее влаги, я использую очень легкую эмульсию от Clorans, линейки Hydra. Она запечатывает верхний слой кожи, образуя на ней легкую полезную пленочку. Эмульсия легко тает и распределяется по всей коже. Послеточечно я могу нанести крем, где хочу увеличить увлажнение. Обычно это щеки, подбородок и область бровей. Я большое внимание обращаю на оттенок волос. Британские ученые доказали, что люди первым делом обращают внимание на волосы. И от волос, вот от этих вот волос, зависит то, как тебя воспринимают окружающие. Но это ли не грустно? Потому что все время приходится с ними что-то делать. У меня грязная голова, а как говорила Софи Лорен, прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь. Поэтому я не могу выйти с такой головой на улицу. По мне это главный маркер, ухаживает девушка за собой или нет. Конечно же важна укладка. Сейчас я укладываюсь на Дайсон, и последнее время я просто в шоке от того, какой это удобный прибор. Но это совершенно не обязательно. У меня есть туториал, как можно уложиться на обычный фен и брашинг. Но помимо укладки, я замечаю, что часто обращаю внимание на оттенок волос. Более дорого смотрятся девушки с холодными оттенками волос. Я постоянно в поиске какого-то средства, которое сделает из моих волос холодно-русый натуральный цвет. Но понимаю, что краситься каждый месяц это не мой вариант. У меня волосы не переживут этого просто. Поэтому я использую оттеночный бальзам. Запоминаем мои волосы такими и переходим к нанесению нового бальзама. Я его взяла, потому что не нашла свой старый матрик. Он хорош всем. Если где-то увидите, обязательно попробуйте. Как я наношу эти бальзамы? Я хорошо отжимаю волосы, надеваю обязательно перчатки, особенно если у вас светлый маникюр, распределяя по волосам. Я наношу даже от лица, потому что пряди у лица у меня тоже выгорают и желтят. Я делаю небольшой массаж волосам, тем самым распределяя состав между ними. Также не случайно я нанесла на зону baby hair волосиков. Оставляю так на 3-5 минут. Больше не имеет смысла, потому что в составе пигмент прямого действия, в котором нет химической реакции. Бальзам имеет накопительное действие. Уже после второй помывки волосы стали действительно более холодными. Осанка – это решающий фактор, чтобы окружающие воспринимали тебя как уверенного в себе человека. Во-первых, это красиво. Прямая спина, гордый стан и легкая походка – такой человек выглядит стройнее, излучает уверенность и наверняка притягивает к себе взгляды окружающих. Ухаживать за своим телом и внешностью обязательно нужно. Для этого нужно делать зарядку. Я начинаю прокручивать плечи назад и сводить лопатки. Дальше делаю наклоны шеи в сторону и вперед, но не запрокидываю назад. Следующее упражнение делается у стены. Я стараюсь тянуться макушкой к небу, и таким образом руки скользят по стене, лопатки сводятся и хорошо закачиваются. Теперь обязательно нужно растянуть грудные мышцы. Я постоянно массажирую, растягиваю эту область для того, чтобы расслабить. Лайфхак, который я подсмотрела на занятии по балету – положить руки на плечи и подтянуть локти к талии. Таким образом спина сама распрямляется. Для закачки спины хорошим будет упражнение лодочка, а для расслабления и растягивания грудного отдела можно взять что-то из йоги. Например, собака морды вниз. Самое главное тут растянуть не ноги, а грудной отдел. Поза ребенка и собака морда вверх. Скоро снова пойду на йогу. Макияж в правильных тонах, который подчеркнет твои сильные стороны и скроет недостатки. Я решила для дорогого макияжа использовать бюджетную косметику. Сконцентрируемся на текстурах и технике макияжа. Я использую легкий флюидный крем и разношу его по всему лицу. Бьюти Блендер впитает излишки тонального крема и не так жалко, если он съест побольше. Я постараюсь добиться холеного лица Хейли Бибер и не буду использовать пудру. Дальше я использую кремовый контуринг. Это коллаборация с Дашей Абрамовской. Я ее от всей души поздравляю. У этого стика приятная гелевая консистенция. Оттенки получились очень натуральные. Мне нравится их смешивать вместе. После кремовой коррекции я наношу полуматовый консилер на Т-зону. Он чуть светлее, поэтому подаст лицо вперед, красиво подчистит и подсветит зону под глазами, лоб, носик и подбородок. Карандашиком от Maybelline я прокрашиваю брови. Стараюсь придерживаться прямой, естественной, очень полупрозрачной формы. Для этого мне почти не нужно давить на карандаш. Особенно в зоне начала бровей я хочу выровнять форму, но не изменить ее. Фиксирую брови гелем Artvisage. Мне нужно лишь немножко выделить волоски, поэтому он тут подойдет. Беру бронзер от Revolution Pro. Он немножко сияет, его я наношу навеки. Кремовым контурингом я прорабатываю контур губ. Таким вот странным лайфхаком, который много кто использует. Я очень боялась утяжелить губы, поэтому взяла сливочную кремовую помаду от Maybelline, какой-то день Maybelline, в шоколадном оттенке и нанесла только на уголки губ, чтобы подчеркнуть их и чуть-чуть увеличить. Эту же помаду я использовала в качестве румян, она идеально вписалась. Промакиваю губы салфеткой и перехожу к нанесению туши. Подкручиваю керлером ресницы и начинаю прокрашивать ресницы, как обычно, от корней кончиком. Я не стала рисовать стрелки, а просто добавила еще туши на кончике ресниц. Мне безумно нравится этот макияж, сразу же захотелось повторить макияж Хейли Бибер или просто сделать клингерл мейкап. Улыбка и зуба. Белоснежная улыбка позволяет удерживать внимание окружающих. В какой-то степени улыбка даже считается манипуляцией, потому что человек всегда улыбнется тебя в ответ. Чтобы эта улыбка была белоснежной и безупречной, я стараюсь максимально щадяще относиться к своим зубам. Лишний раз, когда меня посещает мысль съесть мороженку и запить ее чаем, я отказываюсь, потому что зубы могут треснуть, а клеить мне их нечем. Кстати, скоро планирую пойти удалить зубы мудрости, увидите хомяка. Надеюсь, не сильно вас испугаю и отек пройдет быстро. В зубах главное их не испортить, сберечь. Но если зубы уже испортились, то нужно, да, ими заниматься уже у стоматолога. Смотрите, у меня сегодня какой маникюр. До конца не понимаю, нравится он мне или это что-то странное. С кольцами сочетается красиво. В общем, это серебряный френч, влажный, с капельками воды. Но выглядит... ладно, я не буду говорить, что это выглядит. Ищем в интернетах, как же выглядеть дорого. Что же на себя надеть, чтобы выглядеть дорого? Ничего. Это застояние души. Как говоря, интересно составить лук из качественных материалов, чтобы это выглядело действительно дорого. И потом вы бы в комментарии оценили, насколько этот лук. Как выбрать качественные материалы и как распознать хорошее качество одежды? Можно даже поэкспериментировать и создать свой собственный стиль, именно дорогой девчонки. Напишите в комментарии. Интересно было бы вам, если бы я пошла в секонд-хенд и вставила там несколько стильных луков. У меня это будет в аскетичной манере, как я люблю. Иногда настроение стиль бомжа, иногда вот такая вот девчонка, тонкие бретельки, где такая идешь, чувствуешь себя дорого, красивый и ухоженный. Надеюсь, эти советы вас вдохновили и у вас появилось желание уделить время себе. Это всегда полезно. Остаться наедине с собой, я это очень редко практикую. Все-таки у меня большая проблема оставаться наедине с собой. Да, знаю. Вот, допустим, если я увлекусь какой-нибудь книжкой, у меня начинается тревожное расстройство, что вот мне кто-то написал, позвонил, меня хотят увидеть, узнать. Мне тяжело отключиться от социального пространства. Да, знам такую проблему. Я купила, кстати, новую пену для ванны, пойду ее опробую. Вот. А с вами была Даша Кей, увидимся в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.